Имею особое сообщение, чтобы поделиться от ваших ангелов-хранителей. Поэтому не случайно, что вы обнаружили это видео сегодня, так как ваши небесные стражи хотят передать вам что-то очень значимое. Есть кто-то, кто посвящает свои молитвы вам каждый день, с момента, когда вы показали свою уязвимость. Ангелы говорят, что вы уже испытали легкое сомнение или страх, который оставил вас уязвимым. Это часть человеческого опыта, и это аспект вас, который кто-то особенный глубоко признает и ценит. В вашей жизни есть человек великой важности, кто искренне заботится о вас. Этот человек высокого мнения о вас, особенно восхищаясь вашей внутренней силой и решимостью. Так что, когда он увидел вашу уязвимость, он был обеспокоен вашим эмоциональным и психическим благополучием и начал цикл молитв за вас. Смелость, которую вы проявили, сталкиваясь с этими моментами уязвимости, привлекла внимание этого человека. Замечательно, как даже эмоции, которые мы считаем хрупкими, могут вызвать глубокие чувства сострадания и заботы у других. Это чувство красноречиво выражается словами из Колоссян, глава 3, стих 12, «И так, как избранные Божии, святые и возлюбленные, облекитесь в сострадание, доброту, смирение, кротость и долготерпение». Это вечное послание соответствует эмпатической преданности, которую мы проявляем к окружающим нас. Подчеркиваю, кто-то молится за вас с того момента, как вы показали свою уязвимость. Вы когда-нибудь чувствовали постоянное беспокойство, тяжесть на сердце, указывающее на то, что вашему близкому человеку может понадобиться поддержка? Этот особенный человек в вашей жизни пережил именно это. Сначала он пытался подавить свои инстинкты беспокойства, помня о вашей силе и отрицал эти чувства как паранойю. Однако со временем постоянное беспокойство взяло верх, и он начал молиться за вас. Ваша сила была вдохновляющей для него, однако даже самые устойчивые из нас сталкиваются с моментами неуверенности и страха. Замечательно, как кто-то так сильно заботится о вас, признавая вашу силу и вашу человечность. Но потом он осознал, что истинная сила не заключается в невосприимчивости, а в том, чтобы сталкиваться с вызовами лицом к лицу, принимая уязвимости и искать помощь, когда это необходимо. Эта эпифания произошла, когда он вспомнил различные случаи, когда видел, как вы справляетесь с жизненными взлетами и падениями. Как вы определяете силу? Подумайте о моменте, когда столкнулись с невзгодами. Это не сделало вас более устойчивым человеком. Ваши опыты эхом отозвались в глубокой мудрости, заключенной во 2 Коринфянам, глава 12, стихи 9 и 10. Но он мне сказал, «Достаточно для тебя благодаря моей благодати, ибо моя сила в немощи совершенствуется. Итак, буду хвалиться скорее ради моих немощей, чтобы сила Христова обитала во мне. Итак, охотно я буду хвалиться немощами моими, чтобы на мне пребывала сила Христова». Это учение подчеркивает важность принятия уязвимости как источника силы, вдохновляющий и утешающий урок. Неважно, были ли подозрения верными или нет, восхищение его устойчивостью продолжалось, и он продолжал отправлять свои мысли и молитвы в вашем направлении. В моменты спокойствия он желал вам только благополучия и счастья, независимо от вашей реальной ситуации. Со временем эта практика молитвы стала ежедневной привычкой, способом превращения беспокойства в что-то позитивное. Он находил утешение в этом действии, превращая беспокойство в любовную энергию. Вы когда-нибудь чувствовали облегчение, которое приносит молитва или культивирование позитивных мыслей? Этот процесс утешал их непредвиденными способами, одновременно связывая их с более высокой целью. Он понял, что каждому, независимо от силы, нужна система поддержки и постоянное напоминание о том, что они не одни. Как успокаивающе осознавать, что кто-то каждый день уделяет свои мысли и молитвы вашему благополучию? Это иллюстрирует силу связи и эмпатии, объединяющей нас. Именно тогда он осознал, что уязвимость не указывает на слабость, а наоборот, подчеркивает вашу человечность. Таким образом, его молитвы стали направляющим светом, постоянным потоком положительной энергии, направленной на вас. Ваша уязвимость не мгновенна, но смелый акт, признающий вашу истинную сущность. Вы когда-нибудь задумывались о том, как принятие своих уязвимостей может создать более глубокие связи с теми, кто вас окружает. Именно поэтому ваши ангелы-хранители хотят, чтобы вы усвоили это сообщение. Они хотят, чтобы вы знали, что есть кто-то, кто искренне верит в вас, кто постоянно держал вас в своих мыслях и молитвах, и кто был мотивирован косвенно вашим примером, даже если вы не заметили это. Какова сила быть маяком надежды для кого-то, не так ли? Ваше существование вдохновило этого человека, близкого к вам, превратить беспокойство в любовь и надежду. Это напоминает нам, что мы никогда не одни в нашем путешествии и что Вселенная всегда бережно оберегает нас. Пусть эти слова послужат напоминанием о том, что забота и связь преодолевают барьеры немедленного сознания. Искренняя забота этого особого человека о вас, выраженная через искренние молитвы, подчеркивает красоту человеческих отношений. Какое удовлетворение знать, что невидимый поддерживающий следит за вами, веря в вашу силу? Даже невидимый, вы окружены системой поддержки, окутывающей вас. Те связи, которые нас объединяют, часто невидимы, но могущественны. Вы когда-нибудь переживали моменты, когда чувствовали поддержку, даже не видя ее? Это волшебство человеческой связи. Я завершаю это молитвой за вас, Господи, пусть сознание тех, кто думает о вас и молится за вас, приносит вам утешение в моменты уязвимости. Пусть ваша сила, даже в моменты неопределенности, вдохновляет других превращать беспокойство в любовь и страх в надежду. Пусть вы найдете утешение в невидимых, но крепких связях человеческой связи, зная, что никогда не идете в одиночку в этом путешествии и что бдительные глаза Вселенной всегда обращены на вас. Уделите мгновение, чтобы дать этому посланию отзвучать в вас, укрепляя вас внутренне. Подумайте о тех, кто был рядом с вами, будь то мысли, молитвы или действия. Всегда помните, что вы любимы и защищены Вселенной. Как вы можете превратить это понимание в силу и позитивность в своей повседневной жизни? Введите 777, чтобы принять это послание и благословение, которое оно приносит. Рассмотрите возможность поделиться позитивными словами с другими зрителями. Возможно, им нужен подъем на их день. Вселенная рассматривает это как акт доброты, который питает круг добра. Распространяя позитивность, вы получите благословение Вселенной взамен. Давайте поднимем друг друга и вместе создадим волны позитивной энергии. Позвольте этим словам зазвучать в вас, предоставляя силу и направление, необходимые для преодоления жизненных вызовов и движения к моментам любви, веры и утешения. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова